Неделю назад у меня спустился 17-й поток. Ты высыпаешься? Ребята, у меня доходность 80%. Вы поняли, с кем мы имеем дело, да? Ну, средний доход, то есть вот средний, когда получается 500-700 тысяч со школы. Это было гипнотично. Друзья, сейчас вам предстоит услышать на одну секунду 25 слов. Это будет настоящий freestyle, потому что у нас очень словоохотливые гости. Ксения Агеева. Карьерный стратег, человек, который помогает в поиске работы в Европе и Америке. Человек, который научит вас, как уйти с обычной работы во фриланс и чувствует себя при этом комфортно и свободно. Если вы хотите так же, то записывайтесь на бесплатный мастер-класс. А мы пойдем сейчас брать интервью. Что ж, Ксения, здравствуйте. Вы лучезарное, сияете и, конечно же, много информации нам выдали. Мы просто отпешили даже. Это уже к концу выпуска? Да, я уже просто думаю, нет, это, казалось бы, к концу выпуска. Это подвод, на самом деле только начало. Вот, мы рады вас приветствовать на нашем интервью. У нас с Федей есть традиция, он называет гостей на «вы», а я на «ты». Привет, Ксюша. Привет. И кто из нас воспитанный? Расскажите в двух словах, чем занимается ваша школа. Так мы понимаем, что это карьерный рост, но не с точки зрения HR, но не для компаний, а для людей, сотрудников, соискателей, для того, чтобы они двигались по этому карьерному лифту вверх, горизонтально, как мы узнали, еще могут в экспертные дали горизонты намереваться. Вот, расскажите, как вы к этому пришли вообще. Как я к этому пришла? Это долгая история. Толкаете людей на подвиги. Да, нам интересен весь путь успеха. Успеха, отлично. Я думаю, что успех у меня еще глобально впереди, но я расскажу тот путь, который я преодолела на данный момент. Я 14 лет работала в сфере управления персоналом, внутри компании, корпорации, работала в России, в Америке, в Европе. И потом, соответственно, поехала учиться в Мадрид в бизнес-школу. И думала я, что я поучусь год, вернусь. Классическая судьба. Вернусь и продолжу свою карьеру. Но, соответственно, в тот момент, когда я поступала, и у меня как раз появилась бизнес-идея, как раз попал такой момент. Вы помните, наверное, когда курс евро был 43, и потом через полгода он ровно стал в 100 рублей за евро. 14-й год. Соответственно, что произошло в моей жизни? Я уже была в Испании, деньги у меня не были как-то обменены, то есть они у меня были на счету в рублях. В какой-то момент я стала понимать, что евро-то растет, деньги-то уменьшаются, я учусь, и нужно что-то срочно делать, потому что моя история либо сейчас собрать все это, все как бы бросить и поехать домой работать, либо, соответственно, нужно что-то делать. И я стала делать свой проект изначально не как онлайн-школа, это был консалтинговый проект, когда я работала индивидуально с людьми. Как раз это карьерное консультирование, то есть это профессионалы, которые работают в офисе, либо в бизнесе, либо на фрилансе, и они простраивают свою карьерную траекторию. Я работала с ними просто индивидуально, то есть был клиент, он приходил ко мне, мы с ним работали как коучи, как консультанты и так далее. А как ты брала этих клиентов? Откуда? Ну, изначально у меня был как бы, я сделала прям сайт, все серьезно, то есть я прям все продумала. Опять же, у меня было свое окружение определенное, из которого я уезжала из Москвы, то есть у меня была репутация уже. Поэтому я распространила среди своих друзей и знакомых, что я этим занимаюсь. Я сделала сайт, и я, в принципе, первое, что я стала продвигать, это Инстаграм. Например, Инстаграм в сфере карьеры у меня был, вот называется сейчас, там первый профиль карьеры, потому что он реально был первый. То есть на тот момент в Инстаграме никто карьерой не занимался. Все были где? Все были в основном в Фейсбуке, потому что там такая площадка для Фейсбука отличная. Соответственно, все были в LinkedIn, и я тоже там же была, потому что это вообще как бы точное попадание тех людей. Но я думаю, вот Инстаграм будет мой блог. Ну, никто не занимается, но я же могу, потому что посмотрим, получится или нет. И я стала продвигать в том числе Инстаграм. Но где-то, наверное, через год я вот поняла, что как раз уже такая тема онлайн-школа в России, она была тогда еще не очень популярна. То есть она вот только-только, мне кажется, стала где-то появляться. Я это увидела уже на Западе. Я училась в бизнес-школе на тот момент, и я видела, что у нас, внутри нашей бизнес-школы, мы очень много учимся очно и очень много онлайна. То есть у нас уже были на тот момент вебинары онлайн, которые преподаватели из разных стран. У нас все было задано на платформе. То есть мы ничего не приходили в класс и не сдавали, но все было, в принципе, онлайн. Мы приходили на занятия просто посмотреть на каких-то преподавателей приглашенных. В основном это были HR-директора разных компаний. Вот там приходит HR-директор Google и рассказывает нам что-то. Это такое прекрасное занятие. Все, что важное, короче, идешь на онлайн-платформу, вебинарчик тебе и давай слушай. Я думаю, почему же я общаюсь постоянно с клиентами, вижу тот же самый вопрос, те же самые как бы ситуации. Думаю, надо как-то это упаковать, ну вот как-то попробовать. Я взяла, взяла в кану, взошла, взяла презентацию на два листика, что я хочу сделать такой курс, там вот он будет состоять из восьми модулей, там восемь вебинарчиков. Люди-то такие-такие-то, поставила цену 13 500 и разосла всем своим друзьям и знакомым. Просто говорю, ребят, посмотрите, я вот хочу сделать, там цена вообще смешная, за месяц работы, может быть, вам или вашим друзьям, знакомым и так далее. Я набрала первых 12 человек. Это был совершенно вебинарный курс, то есть они приходили два раза в неделю, я читала им какую-то одну тему, давала им домашнее задание, они уходили, присылали мне домашнее задание на почту и так далее. Это мне показало вообще потрясающий результат, потому что я сразу получала от них максимальную обратную связь. Вот прям походит вебинар, они мне говорят, слушай, тема непонятна здесь. Тем более еще они, когда приходили, я им честно сказала, ребят, это первый поток, я хочу от вас получать вот просто, Ксюш, мне непонятно, о чем ты сейчас говоришь, да, еще материалы, или это нам не нужно. И они достаточно откровенны были со мной, то есть они мне дали очень хороший фидбэк вот прям по всем модулям. И, по сути, я после этого пошла и записала курс, потому что он уже был готовый. Вы поняли, с кем мы имеем дело, да? Краткая история. Краткая история. Это было гипнотично. Ты тоже, да? Нет, а теперь... Нет, причем у меня яркая картинка в голове. Присутствует, я эту жизнь прожил. Я прям, все, я в голове все успешно делаю. А теперь нужно тогда спросить, а зачем я пришла в аксель? Да, потому что вопрос такой. Потому что у тебя уже было все задолго обращаться до них. Вот смотри, кажется, что это так. На самом деле нет. То есть я все это сделала, да? Я-то как первый поток-то привлекла. Через друзей, знакомых. Трафик-то я не понимала, как привлекать. Это холодно. Откуда людей-то брать? Ну вот пришли мои знакомые. Я второй набирать. Я опять там что-то говорю. Ну пришли опять от знакомых. А потом я такая думаю, так, надо как-то продавать. А дальше что делать? Надо как-то продавать. Откуда-то надо брать прямо людей. И в какой-то момент, я не помню сейчас, каким образом, я наткнулась на информацию от Сергея Капустина, когда он еще был до акселя. Где-то мне там кто-то прислал. Я посмотрела, такая думаю, о, вот, короче говоря, мне нужно. Там написана была какая-то система, как делается на нейн-школа. Я, соответственно, смотрю этот вебинар и думаю, вот, вот они, эти люди. Что они мне дают? Они мне дают систему. То есть в моем случае знания-то у меня были. У меня не было системы. То есть я хотела, чтобы кто-то меня раздражил по шагам. Я, естественно, оставила там заявку. Потом я созвонилась с Алексеем Стрельцовым, который сейчас уже занимает другую позицию. Он уже не со всеми разговаривает. Мне кажется, я вынесла мозг Алексея просто всеми вопросами, потому что у меня был основной вопрос. Не то, что вы за меня сделаете. Я помню, как Алексей меня очень хорошо спрашивал. Они то, что проверяли, я думаю, сейчас проверяют людей на входе. Типа, вы понимаете, что вам придется это делать? Я говорю, да я понимаю, я этим занимаюсь. Вы мне дадите структуру? Да, дадим. Я говорю, хорошо. Тогда мы с вами договорились. То есть вы структуру, я делаю, да? Да. И, в общем-то, на этом мы с ним и сошлись. Я когда пришла уже в Аксель, то есть я, там, первый модуль такой у нас вводный, и вот за счет этого вводного модуля, даже за счет него я сразу поняла, где мои ошибки были. Понимала, сколько вообще всего еще не сделано. И сколько и до сих пор, сколько еще всего не сделано. И сколько внедряю, внедряю, внедряю. Если вас интересует онлайн-школа, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. У меня такой вот вопрос. Я знаю, поскольку я, там, человек, который преимущественно в своей жизни занимался творческой деятельностью, я понимаю, как выстраиваются карьерные лестницы и к чему тяготеют люди творческих профессий. Ведущие, артисты, музыканты и прочее-прочее. Там создают сайты, участвуют в проектах, стремятся на телевидение. Я понимаю слово «карьера» исключительно вот через такую призму. Неожиданно услышать то, что люди так вот прям планируют выбиваться. Как вообще это все устраивается? Что это за сорт людей, которые вот так вот планируют? Потому что я вот среди своих знакомых окружения, отдаленного даже, да, там знаю, то есть, ну вот в офис мы ходим и ходим, то есть, да, и ничего. Отдельные личности только там растут. Это категория осознанных людей. А, вот, все. Это категория осознанных людей, но на самом деле я считаю такой вот сейчас часть своей, такой определенной пропагандой этой темы, то, что нужно заниматься своей карьерой. Вот как раз бесплатные мероприятия мы проводим не с позиции продать продукты, а очень часто с позиции рассказать, что это нужно делать. И приходят люди, которые говорят, я первый раз услышал, что этим нужно заняться. Пойду подумаю. Да, то есть мы прогреваем аудиторию, чтобы они просто начали об этом думать. И вот искал про творческих людей, а я работала 7 лет в медиаиндустрии. У нас было столько творческих специалистов, что они точно так же подстраиваются в карьеру. Да, вот не обязательно вертикальный рост, да, у них, а вот именно в плане «я хочу чуть-чуть больше». То есть вот я, предположим, искала актеры, да, у актеров тоже есть своя определенная карьерная лестница, то есть они могут остаться в актерском амплуа, они могут вырасти там на директорские позиции, управлять театром и так далее, если прям совсем говорить про такую сферу. Вообще творческие сотрудники у них, то есть они всегда чего-то хотят и не за чего. И у них тоже вот такая задача сфокусироваться, к чему же я все-таки хочу прийти. И поэтому мы всегда смотрим какие-то примеры. Вот я там актер, а на кого я хочу быть похож? Ну, найти там несколько, да, примеров, посмотреть, куда эти люди развиваются. С акселератором с 2017 года сколько потоков уже было вот школ? Ну, вот сейчас, в понедельную назад у меня спустился 17-й поток, то есть последние полгода мы запускаем раз в месяц. То есть мы вышли на стабильный раз в месяц. До этого все равно, пока я училась в акселе, я не делала каждый месяц, я делала раз в два месяца, потому что программа длится два месяца, соответственно, два месяца учат, она заканчивается, начинается другая. И я помню, что мне тогда еще Сергей говорил, когда вы как раз в битве были, он говорил, уходи от этой системы, делай вообще постоянное туда вовлечение, то, чтобы люди могли каждую неделю прийти. Ну, для этого нужно понимать продукты, я понимала, что у меня каждую неделю они не могут, соответственно, я вышла на режим вот этого ежемесячного, то есть каждый месяц, где-то в районе 25-го числа, начинается новый поток. С авто-вебинары или живые? У меня пока полностью живые вебинары, но я опять же в акселе и без акселе, я постоянно экспериментирую. Человек-экспериментатор, а что-то появилось на рынке, давайте попробуем внедрить. То есть, например, опять же, в моей теме, так как я пошла через социальные сети, у меня трафик и покупатели шли через социальные сети. То есть я, в принципе, контентом в социальных сетях в первое время мы не делали вообще вебинары. То есть все проходило про то, что идет контент, вся информация, потом, ребята, у нас начинается курс, смотрите, для вас сейчас скидки, приходите еще какое-то время. Потом, соответственно, я пробовала другую систему, это трехдневники, когда 3 дня люди приходят на программу, она называется стратегия профессионала, они приходят, живая программа 3 дня, и ты живьем ведешь полностью 3 дня, всю тему раскладываешь. Соответственно на этих 3 днях ты продаешь ниже по стоимости, потом, как только заканчиваешь 3 дня, ты выставляешь на рынок, да, это вообще все цены закрыты для внешнего трафика, соответственно, потом ты выставляешь и в социальных сетях говоришь теперь можете покупать по обычной цели каверные вопросы сколько денег заработано уже или или стабильно зарабатывается в месяц на школе но средний доход то есть вот средний когда получается 500 700 тысяч со школы и нужно понимать что то есть например я сейчас ко мне приходит очень много людей партнерится когда не говорит давайте мы там возьмем ваш курс немножко адаптируем для нашей темы и так далее начинает мне рассказ про расходы говорят про то что там они 60 процентов собирается тратить на рекламу на тот и я говорю ребята у меня доходность 80 процентов то есть мне ну как бы можно зарабатывать например 4 миллиона из них в итоге получать миллион а можно зарабатывать миллион из них получать 700 вот я за ту историю что нужно максимально минимизировать у меня мечта у меня мечта чтобы не один человек был в команде чтобы было я и мы будем работать вот честно то есть я верю в то что такие проекты есть ну может не один может парочку тройку но чтобы это действительно было очень мало людей чтобы максимально все автоматизировано эффективно и последствия это не про большой рост мы наберем там 100 человек и все будут работать да а про то что настолько будет все классно функционировать что все будет на аутсорс и соответственно только самые главные люди будут находиться внутри команды все думаю сейчас вот я приеду домой значит сяду возьму лист бумаги и типа вот мне 43 года что я хочу там видеть 43 прекрасно это 5 1 1 вопрос задуматься об этом когда ты начнешь об этом думать а очень много инсайтов быть какие самые распространенные инсайты вот например 28 летних в 43 но не инсайта пожелания во-первых 20 если говорить обра на теорию карьера то 28 1 карьерный кризис обычно с 27 до 30 поэтому я не исключаю что ты у него сейчас находишься когда я нахожу станешь я не совсем понимать чего я хочу то есть скорее всего то что я делал меня не сильно устраивает я хочу идти вперед я что-то хочу но я не до конца понимаю что это по теории карьера обычно мне и плюс-минус все попадают у меня вот сейчас перелом в жизни я до этого ровно пирога ровно попала я до этого занимался творческой деятельностью всю жизнь и сейчас как-то все так меняется я вообще не знаю мне что где куда вот ну вот она стандартная история 28 лет поэтому как бы то что искал свой возраст там ну по крайней мере я смотрю там по теории которые уже много сделано исследований плюс по всем своим клиентам когда они простраивают эту диаграммку карьера они практически всегда вот попадает в промежуток 27 30 соответственно здесь ну по сути вот нужно определиться то есть вот период нужно делать очень много упражнений вот на поводу на понимание себя то задавать себе вопросы никто кроме тебя это не решит я не верю не в магию не какой-то года никак не годом кем мне нужно быть игре подождите доставлю свой хрустальный шар давайте погадать я не знаю кем ты можешь быть я могу глядя на тебя там с какого-то своего профессионального опыта и знания других кейсов предложить тебе варианты а как ты думаешь мне кажется себя вот это получит скажу что я об этом не думал пойду посмотрю чем занимаются эти люди да в принципе чаще всего у тебя людей тоже в голове уже есть какие-то варианты скорее всего у тебя есть несколько вариантов и на этом этапе нужно эти варианты проанализировать очень хорошо подпишитесь на канал поставьте лайк этому видео и комментируйте чтобы вы хотели узнать еще и мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью аватары основные кто сколько их вообще у тебя аудитория ну сейчас мы сливой аудитории расширили то есть изначально это были только офисные сотрудники соответственно сейчас это офисные сотрудники это люди кто фриланс сейчас очень популярная доляная работа фриланса все кто идут в эту сферу либо из офиса уходит ли его они уже находятся там они хотят вырасти да и понимаете какую долгосрочную перспективу и треть это все что связано с предпринимательством то есть это какие предприниматели-эксперты я называю это все-таки люди которые сами что-то делают не просто этом купил продал да там нет какого-то профессионального роста внутри то есть там это точно на бизнес на продаже а когда я предпринимательный эксперт я хочу развиваться в своей экспертности хочу понимать куда мне идти дальше как профессионал ты высыпаешься очень сложно очень сложно следить тебе можно слушать очень долго с открытый ртом преем 1977 вот и мы за кадром уже об этом говорили хотел сейчас для наших зрителей тоже такую прям мощную полезную штуку рассказать про целеполагание как прийти к тому кем ты хочешь быть там через пять лет да потому что ты сказала такую фразу что ты проживаешь просто так свою жизнь если ты не знаешь к чему ты идешь ты проживаешь и просто прекрасно говорит живой сегодняшним днем типа да типа вот я здесь и сейчас но тем не менее чтобы ты был счастливым человеком там да позаботься о себе будущем так скажем как же что нужно сделать какие шаги пройти чтобы вот через пять лет прийти мне к тому что в первую очередь нужно поставить цель немножечко дальше то есть где-то лет на 15 вперед то есть просто понимать к чему еду в своей жизни да именно с позиции именно делится что я хочу в итоге получить что я буду делать там они обязательно с конкретной позиции должности а можно просто вот по описанию там столько-то зарабатывать денег иметь такую-то недвижимость для путешествовать да вот очень часто там я хочу путешествовать вот для себя путешествие часто например что такое для тебя часто путешествовать раз в месяц ну раз в месяц а кто-то скажет вот я вижу мне клиенты пишут они говорят я хочу там уезжать два раза в год на три месяца да это полгода путешествует за вот вещи совершенно разные противоположные вещи но при этом и у одних путешествие тебя путешествовать у меня путешествовать но понимается под этим разные вещи поэтому когда мы себе говорим что я хочу нужно по сути числовыми немножечко вещами описать что это для меня значит и потом соответственно этот 15 лет мы можем простраивать вниз на 10 5 3 и 1 год и вот эту перспективу 5 лет она такая краткосрочная ты уже можешь там хорошо представить что же ты конкретно будешь делать через пять лет и что к чему ты хотел бы прийти и вот уже там и простраиваем четко пишем свои цели то что у меня будет через пять лет потом три и один год один год этого прямо конкретно прописан план на год то есть план действий на год я хочу придти туда что мне нужно для этого делать и по сути своей там всегда включается аналитика то есть вот эта история я хочу она всегда должна быть основания то есть я могу то есть например я говорю я хочу быть балериной большого театра через пять лет вот я я хочу я что же могу написать написать план и так далее но у меня для этого нет оснований потому что у меня нет никакого образования я понимаю что физически я просто не потяну эту историю ну как бы вот такая то есть у каждого у нас есть такие темы да то есть я должно быть что-то почему ты к этому вообще идешь и соответственно потом уже смотреть какие средства то есть помощью чего-то будешь достигать. То есть получается цель, основание, да, это цель и средства. И средства ты уже просчитываешь за счет аналитики. То есть когда, как аналитику мы делаем, аналитику, чтобы сделать, нужно найти какие-то примеры. То есть ты не просто сел такой, придумал, так, что я буду заниматься через пять лет, ну, сделаю какую-нибудь аэрокосмическую компанию, там, у него отправить людей на Луну, да, там, ну, есть там, хотя Баллен Маск, можно пойти посмотреть, что же он там делает, да, как он к этому пришел, то есть хотя бы найти какие-то примеры. И оттуда уже отталкивается. В корпоративной сфере там проще, потому что примеров больше. И профили можно найти людей, да, конкретно, кто к этому пришел. Я всегда говорю, что можно смотреть на вакансии, которые, например, я сейчас на позиции специалиста, хочу быть директором. Я могу сейчас уже посмотреть вакансии директоров, посмотреть какие требования. И, соответственно, от них отталкиваться. Но я также могу пойти в тот же самый LinkedIn и поискать людей, кто уже на этих позициях, и посмотреть на их путь. Соответственно, в бизнесе такая же история. Отлично. Спасибо тебе большое за интересное интервью. У нас осталось только последнее дело. Очень приятное. Ты дала массу полезностей, а теперь, так скажем, коврижка небольшая приятная. Скидочка. Скидочка. Можно сказать. Мы еще поголики тут вон все за той четвертой стеной по ту сторону экрана. Вот. И хотим, конечно же, попасть к тебе на курсы. Вот. Ну, они у тебя дорогие, конечно. Конечно. Вот. Нам, в общем, нужна скидка по промокоду, которым мы тоже сейчас придумаем. Вот. Она будет действовать в течение того времени, которое мы с тобой сейчас здесь определим. Вот. Поэтому давай пофантазируем на что. Может быть на один пакет, может быть на всех пакетах. В течение недели, в течение месяца, в течение дня, двух часов после выхода видео. Вот. Один процент. Семнадцать процентов. Смотри, тут сейчас все-таки такая трики ситуация, потому что так как у меня скидки плавающие, там когда-то открыт цены, когда-то нет, да, человеку будет достаточно сложно прийти. Вот если он придет, у меня купят с этим промокодом, то мы в любой пакет включим мою индивидуальную консультацию дополнительно. Класс. Где-то даже там, где ее нет, она все равно будет. А сколько она будет действовать? Давайте в течение месяца после выхода. Месяц, личная консультация, приятное общение. Вот. Как я говорю, залипательное. Вы очень многое почерпнете для себя. Вот. Главное успеете только записывать. Я вот сегодня ничего не успел записать. Я запомнил, надеюсь. Я не мру. Промокод. Испаньола! Давайте в Мадрид 2019. Мадрид 2019. Суперкласс. Спасибо. Можно вот так вот там? В общем, по построению целей все вот, Ксюша. Друзья, если хотите оказаться на этом месте, рассказать свою историю успеха, ну или там, в принципе, поделиться инсайтами, которые вы постигли, то, конечно же, записывайтесь на вебинар Акселератора, слушайте его, идите учитесь и вкладывайте все свое время и силы в построение онлайн-школы. Подумайте, что у вас там через пять лет будет. И потом здесь увидимся. Ну, раньше, надеюсь. Раньше. Ксения Агеева, просто с открытым ртом ты ее слушаешь и вникаешь во все слова, которые она говорит, потому что ее бэкграунд за ее, так скажем, бизнес-карьеру, да, я бы сказал, он огромный. Она живет в Мадриде постоянно, она работала в Америке, она закончила бизнес-школу в Европе, то есть это, ну, это круто. И она действительно может дать кучу полезной информации, которую она сегодня нам дала. Да, я даже не знаю, что сказать, потому что очень много было рассказано. И про цели можно отметить то, что важно себе их опять-таки ставить на пять лет, на пятнадцать и в обратном порядке разматывать этот клубок, чтобы понимать, как от конечной точки прийти к началу, в котором ты находишься, и не прокрастинировать. И самое главное, задавать себе ежедневный вопрос, кто я. Я ништяк. Ну, честно, я не знаю, я не жалуюсь, кто я. Мне очень нравится, мне, знаешь, если говорить честно и открыто, мне очень нравятся треустремленные люди, да, то есть, но я не испытываю дискомфорта, если не добиваюсь таких же результатов. То есть, она там кинула фразу, там, кто-то чего-то там не сделал и не достиг. Важно быть результативным или важно быть счастливым? Вот здесь, господи, пополемизировала. Важно быть счастливым результативным или результативно счастливым. Она дает правильный мотивационный толчок, вот, это такая высота, которую нужно достигать, стараться, вот. Но если у вас что-то не получается, если у вас чего-то не получилось, не стоит расстраиваться. И опять-таки, ставить цели нужно, это очень важно, да, осязаемые, достижимые. Если действительно вы не склонны быть балериной, то и не нужно в 34 или 33 года мечтать об этом, потому что вы Федя Спиридонов, да. Нужно достаточно много проделать усилий, чтобы... Тебе, да, тебе тоже. Поэтому приходишь домой, больше не надевай эту пачку. Пачку сигарет. Пойдем, у нас уже чушь началась. Субтитры сделал DimaTorzok